Я с удовольствием передаю слово Анастасии Коруковой, которая расскажет нам о создании дедуктивного учебного квеста. Анастасия Игоревна, мы будем становиться Шерлоками, Холмсами и Мисс Морков. Нет, не совсем так. Добрый день, коллеги. Пожалуйста, прежде чем я начну, нажмите на огонек те, кто уже был на предыдущих двух вебинарах этого трека, для того, чтобы я понимала, сколько времени нужно уделить теории, а сколько времени мы можем уделить практике. И хоть презентация доступна для скачивания, там упрощенный вариант того, что вы будете видеть на экране, намного больше сегодня будет практики, намного больше того, что мы будем делать сегодня с вами совместно. Поэтому не стесняйтесь, пишите в чат, высказывайте свои мысли, идеи. Я надеюсь, что этот вебинар будет вам полезен. Если какие-то вопросы, сразу буду на них отвечать. Не нужно ждать до конца вебинара, я успеваю все читать и все увидеть. Сегодня мы поговорим про дедуктивный учебный квест. И для того, чтобы ответить на вопрос Татьяны Викторовны, будем ли мы становиться Шерлоками Холмсами, я напомню вам, что я выделяю четыре основных типа квеста. Я уже посмотрела свои старые записи, пока готовилась. Сначала было два варианта, я нашла промежуточных три варианта. Сейчас вот моя классификация состоит из четырех основных типов квеста. Более привычный, более традиционный квест локационный, который мы продумываем, разрабатываем как квест-путешествие. Точки маршрута могут быть как реальные, так и виртуальные. Это может быть и веб-квест, может быть какая-то городская игра, может быть просто путешествие по определенным станциям, локациям. Тип квеста герметичный. Когда мы думаем о квесте, как о головоломке. Есть какая-то цель и есть единственно возможный путь ее достижения. Типичный пример таких квестов – это выход из комнаты. Вот такие квест-румы. Литературные квесты, похожие на ролевые или кабинетные игры, где у игроков есть определенные роли. И у каждого есть своя индивидуальная цель, которая часто между собой пересекается, противоречит друг другу. Мы можем обсуждать такой квест с точки зрения иммерсивного спектакля, когда актеры, сами игроки погружены внутрь действия. И, наконец, тот вид квеста, с которым мы будем работать сегодня – это квест дедуктивный. Мы говорим о нем как о пазле, потому что сама суть этого квеста состоит в сборе информации и в построении логических связей. В дедуктивном квесте из каких-то кусочков информации, из каких-то подсказок, из загадок и заданий участники складывают ответ на какую-то большую главную загадку. Могут заполнять пропуски в конспекте, пропуски в дневниках, составлять из кусочков пазла картину, какую-то фотографию, которая даст ответ на итоговый вопрос и так далее. Вариантов на самом деле очень много. И дедуктивный квест очень хорошо работает в методике перевернутого класса. Мы помним, что перевернутый класс говорит нам о том, что образовательный запрос идет от учеников, а не от учителя. Идет именно активная коммуникация, когда ученики сами стараются получить какую-то информацию. И как раз дедуктивный квест очень хорошо вписывается в эту концепцию. Мы предлагаем решить какую-то загадку, для решения которой ученикам придется изучить довольно большой объем информации. Дедуктивный квест прекрасно работает не только в школьных условиях, он сам по себе хорошо работает и в условиях учреждения, культуре, библиотеках, музеях. Его можно проводить как развлекательный, но при этом своей прекрасной обучающей, образовательной составляющей он не теряет. Пишут, что меня не видно и не слышно со смартфона. Пожалуйста, дайте знать, есть ли все в порядке со связью. Спасибо. Возможно, проблема в том, что нужно перезагрузить вебинарную комнату. У нас такое иногда бывает, к сожалению. Итак, сегодня мы будем говорить про дедуктивный квест. И для того, чтобы мы с вами были на одной волне, понимали, что мы общаемся про одно и то же, я хочу показать несколько примеров. Я уже давала вам наводку на прекрасный сайт «Праздник в коробке», на прекрасного автора, который делает великолепные квесты. И вот перед вами один из примеров антропологические заметки капитана Буля. Это квест под распечатку, электронный. Есть дневник некоторого персонажа. Он сообщает о каких-то событиях, происходящих на острове, где он оказался. И делает свои выводы, то, что выделено жирным шрифтом. А мы должны проверить, соответствуют ли эти выводы действительности или нет. И вот на правой стороне квеста вы видите строчку самопроверки. Когда заметки капитана Буля верны, вы ставите точку, когда они верны – тире. И через азвуку Морзе можете расшифровать и провести самопроверку. То есть вот такой вот вариант. Мы берем кусочки информации. Каждая дневниковая запись – это какой-то этап. Каждый этап – это отдельная загадка. Мы проверяем, верность, верность или неверность выводов капитана Буля. Здесь как раз идут задачки на логику. И затем у нас есть окно самопроверки. Мы разгадываем основную загадку. Прав капитан Бульбул или не прав. От того же автора другой пример. В лабиринте уже выпускалась как реальная физическая книга. Дело о пропавшем кольце. Она не одна в серии, их несколько. Тоже есть тексты, есть какие-то картинки. Мы читаем тексты, отвечаем на вопросы, ищем подсказки на изображениях и заполняем в левом нижнем углу доску детектива. Улики, подозреваемые. В книге это дано в отдельных страничках, откуда можно изображение вырезать. И таким образом мы выстраиваем логическую цепочку, которая ведет нас на преступника. И, кстати, здесь самопроверка идет на сайте издательства МИФ. Есть специальная страничка, специальное поле, куда можно ввести и получить сертификат об успешном прохождении дела. Как видите, да, детективные квесты чаще всего ассоциируются с детективами. И поэтому мы можем в детективные квесты записать некоторые настольные детективные игры. Например, вот серия «Элементарно». Это короткие и очень недорогие коробочки, в них карточки. Такие детективы одноразовые. Выкладывая на стол карты с событиями, уликами подозреваемыми, вы точно так же выстраиваете логику происходящего и получаете ответ на вопрос, кто именно был преступником. Вот даже глядя на эти три простых примера, мы можем выделить какие-то основные черты, которые характерны именно для детективного квеста, которые отличают его от других видов квестов. Во-первых, в детективном есть главная загадка. Не задание, не ответ на вопрос. Именно главная загадка, которую мы пытаемся разгадать. Она настолько объемна и настолько сложна, что мы не можем решить ее сходу. У нас сразу не хватает нужных знаний, у нас не хватает нужной информации. Поэтому мы вынуждены проходить по каким-то этапам. Так, я буду подкрашивать те стикеры, про которые я поговорила. Проходить по каким-то этапам для того, чтобы получить недостающую информацию. Соответственно, детективный квест всегда разбит на некоторые этапы. Опять же, они могут быть в виде локаций, то есть мест, которые нам нужно посетить. Эти этапы могут быть хронологическими, то есть какие-то события, раскиданные по времени, происходящие в определенные промежутки. Могут быть виртуальными этапами, когда информация подается просто-напросто порционно. Но каждый этап дает необходимые данные для решения главной загадки. То есть в отличие от локационного квеста, где часто ответ на первом этапе ведет на второй этап, а ответ на загадку второго этапа ведет на третий этап, в дедуктивном квесте все ответы на загадки, все результаты выполнения заданий ведут к главной загадке квеста, к решению нашего ключевого вопроса. Именно поэтому часто дедуктивные квесты делают в детективном сеттинге. И вообще, в принципе, дедуктивный квест подразумевает все-таки какой-то сюжет. Очень сложно, но, конечно, возможно представить его просто тематическим, где задания подобраны на определенную тему. Но в дедуктивном квесте всегда, в большинстве случаев, всегда требуется какая-то атмосфера, какая-то история, которая разворачивается, какие-то интересные события, интересные персонажи. Пусть они даже будут виртуальны, пусть это будут просто какие-то аватары, какие-то персонажи в презентациях или в конвертах с заданиями, но все равно сюжет в дедуктивном квесте быть должен. Важное отличие дедуктивного квеста – это то, что этапы не обязательны для прохождения. Во-первых, часто участникам эти этапы предлагаются в производном порядке. Они сами решают, в каком порядке будут выполнять задания или решать загадки. То есть, в принципе, это механика мозгового шторма, когда у тебя, например, есть 10 конвертов, и только тебе решать, в какой последовательности их скрывать. Но мозговой шторм, он может быть и в квесте, в локационном квесте, в литературном квесте, но только в дедуктивном квесте этапы не обязательны для прохождения. То есть, если по полученным подсказкам, например, вы получили только 3 подсказки из 7, но этой информации уже достаточно для того, чтобы ответить на главную загадку, это замечательно. Это говорит о эрудированности, о хорошем знании законов логики, об умении полагаться на свою интуицию и в виде какие-то подсказки от окружающей среды. То есть в дедуктивном квесте мы не заставляем игроков проходить все этапы. Они сами решают, в какой последовательности и какое количество они готовы пройти. Также по логике дедуктивного квеста следует, что в нем есть приоритет загадок над заданиями. Помните, да, разница? Загадка – это открытая задача, а ответом на нее является, может быть, какое-то слово, может быть, какой-то шифр. Это интеллектуальный вызов. Задания – это то, что нужно сделать. Задания могут быть как простые, донеси мячик до синей корзинки, так и более сложные, сделая интерактивный таймлайн по какой-то теме. У задания есть какой-то результат. У загадки есть ответ, который можно автоматически проверить. У задания есть результат. И дедуктивные квесты, как правило, больше полагаются на интеллект, на логику, чем на выполнение каких-то физических или, может быть, мультимедийных заданий. Загадки здесь в приоритете. Ну и, наконец, в дедуктивном квесте, как правило, нет необходимости подводить какие-то итоги и называть победителя. Победой, достижением цели в данном случае является само решение загадки. Ответ на вопрос – это и есть мотивация для участников. Если интересный сюжет, если ваши загадки с предельной сложностью, если этапы логичные, интересные, помогают как раз вкладывать эту картину мира, то сам ответ на главную загадку является лучшим призом для участников. Поэтому здесь вариант «зачет-незачет» – ответил на главную загадку или не ответил. Нет необходимости говорить, что какие-то команды выиграли, какие-то игроки проиграли. Это тоже, конечно, большой плюс отсутствия вот таких вот явных оценок. Так, ну что ж, если есть какие-то вопросы по дедуктивному квесту, потому что он из себя представляет, вы можете задать их мне сейчас в чате. Если нет, тогда же мы продолжим говорить о том, как квест именно разрабатывать. Я покажу схему разработки не только дедуктивного квеста, а в принципе всю схему разработки квестов, в которые я и мои коллеги, занимающиеся квестами, периодически обращаются. То есть это ответ на вопрос, как именно мне разработать квест, чтобы ничего не забыть, чтобы ничего не опустить, и вообще с какой стороны, с какого угла подойти к этой довольно непростой задаче. Так, победители по каким-то номинациям уместны? Да, при желании можно, но это довольно сложно оценить. Я предлагаю в дедуктивном квесте делать не номинации, а делать ачивки, достижения. Тот, кто прошел один из самых сложных, но не обязательно, естественно, этапов. Тот, кто первым решил три загадки. Тот, кто дал самый оригинальный ответ на вопрос. То есть лучше здесь делать ачивки, а не номинации. Итак, схема разработки квеста. Подготовку квеста можно разделить на три круга, которые можно выполнять в любом порядке. Это именно круги, которые объединяют в себе те моменты, которые нужно продумать, тот реквизит, который нужно подготовить, то, что про загадки и задания нужно разложить по условным конвертикам. Поэтому это не этапы, это не ступени, это именно круги, которые очерчивают те моменты, над которыми вам нужно поразмышлять. Круга три. Первый из них – это квестовый. Соответственно, отвечает за вот это игровое наполнение. Здесь вы размышляете над теми, какие загадки вы будете предлагать и какие задания должны выполнять участники. Вы прикидываете, какой будет главная интрига и какую цель вы поставите перед игроками. Будет ли эта цель командная? Будет ли каждый проходить сам за себя? Неважно. Пока вот на этом этапе вы думаете над главной интригой, над тем, что участники должны разгадать. И в квестовом круге вы решаете, на какие этапы нужно разбить игру, чтобы участники получали информацию по частям и не могли после прохождения первого же этапа сразу выдать ответ на главную загадку. Квестовый круг – это то, что касается непосредственно самой игры. Второй круг – это круг сюжетный. Мы говорим про актеров, про атмосферу, про реквизиты, артефакты, предметы, то, что вам может потребоваться. Вы продумываете историю, которая будет разворачиваться. Не забывайте, что есть фабула, есть сюжет. Есть события в хронологическом порядке, так как они происходили, а есть сюжет, где события разложены в таком порядке, в котором о них узнают игроки. И это немножко разные вещи. Делать квесты, в которых сюжет не совпадает с фабулой, намного сложнее. Здесь же в сюжетном круге лежит мир и сеттинг, то есть то окружающее пространство, в котором будет происходить действие. Сюжетный круг в любом случае присутствует. Мы не можем сказать, что у нас квест тематический, локационный, у нас все идет в вебе, поэтому нам нет необходимости продумывать сюжетный круг. Нет, в любом случае какие-то моменты нужно продумать. Даже если вы говорите, нет, у нас не будет актеров, нет, у нас не будет артефактов, в любом случае вы по всем пунктам сюжетного круга должны пройти и ответить на вопрос, нужно, не нужно, будет, не будет, в каком виде вы будете это выдавать или показывать. И, наконец, последний круг – это круг организационный. Здесь мы говорим про правила игры. Правила – это довольно сложно на самом деле. Они должны быть лаконичными, ясными, понятными, доступными для участников и в то же время освещать все необходимые моменты. Вообще, по условиям квеста не должно быть скрытых правил, о которых игроки узнают в самом конце. То есть информация должна быть сразу открыта и доступна, сразу понятна, за что будут начисляться штрафы, как будет определяться победитель, что получат игроки на финише, что они могут делать, а что делать нельзя ни при каких условиях. В организационном круге мы продумываем мотивацию участников. Довольно часто нашей мотивацией является какой-то приз, то, что мы предлагаем участникам. Но это не единственный и не самый лучший вариант. Например, в дедуктивном квесте лучшая мотивация – это азарт, желание узнать, чем закончилась история. Хорошая мотивация – это конкуренция, если грамотно с ней работать. Если говорить про призы, то призы могут быть и нематериальными. Те же там очивки поощрения – уже сам по себе интересный вариант. Я предлагала на одном из прошлых вебинаров по квесту вариант, когда победитель определенного квеста получает возможность, получает полочку в библиотеке, на которой он может делать персональную выставку, поставить несколько книг, которые он читал, может быть, поделки, если он занимается каким-то хобби, может быть, какие-то свои фотографии, и таким образом на несколько недель увековечить свою победу. И да, порядок определения победителей тоже, конечно, вы продумываете в организационном круге. Он зависит от того, будет ли у вас игра на время, будут ли у вас команды, которые соревнуются между собой. И для дедуктивного квеста я предлагаю как раз вариант зачет-незачет. Мы либо узнали ответ на главную загадку, либо не узнали. Если все три круга объединить в одну схему, то получится примерно вот такая вот картина. Три круга разработки – организационный, сюжетный, квестовый. И каждый стикер здесь отвечает за то, над чем нужно подумать, разрабатывая ваше мероприятие, ваш дедуктивный квест. Даже, я повторюсь, если вы считаете, что у вас, например, не будет артефактов, в любом случае вы на карточке должны написать и отметить, что этот момент вы проработали. То есть в любом случае по всем пунктам нужно пройти, все нужно продумать. Возможно, эту схему вы переработаете для себя и добавите сюда другие моменты, которые важны для организации квеста именно в ваших условиях. Например, в организационный круг вы добавите документы, которые нужно подписать для того, чтобы соблюсти требования безопасности, требования, использования персональных данных и так далее, тому подобное. Может быть, в квестовом округе у вас туда перенесется атмосфера, если вы делаете что-то подобное выходу из комнаты, и будет очень важно то, как именно выглядит помещение, где игроки проходят свои задания. То есть это не императив, это та схема, которую вы можете изменять, улучшать и дополнять именно таким образом, каким для вас это удобно. И все равно, несмотря на то, что эта схема отвечает на вопрос, что мне нужно продумать для организации квеста, она не отвечает на вопрос, с чего мне начать. А мы знаем, что страх чистого листа – это один из самых распространенных страхов, и иногда очень сложно понять, с какой стороны нужно подходить к разработке своего квеста. Поэтому я предлагаю методику МОСТ. Она применима, конечно, не только для квестов, я использую ее и для настойных, и для ролевых игр, но сегодня покажу, как с ней работать на квестах. Методика МОСТ отвечает как раз на вопрос, с чего мне начать, что мне нужно узнать, что мне нужно разработать и организовать в первую очередь. МОСТ – это аббревиатура, М – это механика квеста, опыт игрока, сеттинг и учебная тема. То есть четыре точки, с которых вы можете подойти. Какие-то из них лучше работают в школе. То есть, например, в условиях школы, в условиях надзора вышестоящих органов лучше и удобнее идти от механики квеста. Если у вас квест атмосферный, то лучше идти, например, с буквы «С» сеттинга. И так далее и тому подобное. Например, учебная тема лучше всего подходит для школьных проектов, для того, чтобы встроить задание квеста прямо во время уроки, в предметы, которые вы преподаете. Сейчас про каждую из этих букв немножко подробнее. Механика квеста говорит о том, что в первую очередь мы смотрим на те ограничения, естественно, те возможности, которые нам накладывают внешние факторы. Я приведу свои примеры, а вы приведите свои примеры, пожалуйста, в чате. Вы нашли пять спонсоров, которые дают очень хорошие призы для игроков квеста, но спонсоры желают, чтобы они не просто давали призы, но и каким-то образом упоминались, были зашифрованы в заданиях и загадках на этапах квеста. Это возможность, вы получаете хорошие призы и одновременно ограничения. Нужно каким-то образом, определенным образом сформулировать загадки и задания. Директор школы говорит, что идут какие-то мероприятия, и он не может дать большие помещения. У вас есть только тот класс, в котором вы ведете свои уроки, и вам нужно уместить весь дедуктивный квест, условно говоря, в одно помещение. Это тоже ограничение. Но каждое ограничение, это, опять же, в свою очередь является и возможностью. Внешние факторы – это все то, что не касается квеста. Это не организаторы, это не участники, это не загадки и не задания. Еще один пример. Вы хотите провести квест, и он будет открытым уроком, идти в формате открытого урока. А значит, нужно не просто преподать учебный материал, не просто заинтересовать ваших учеников, но и каким-то образом дать комиссии возможность посмотреть, увидеть этот квест целиком и оценить, как именно он был организован. Ограничение по времени, да, согласно, тоже то, что сильно влияет на разработку квеста. Когда вы идете от моста, от механики квеста, то стикеры, на которые нужно обратить внимание, в первую очередь подсвечены оранжевым цветом. То есть ограничение по времени дает нам карточку правила. Если есть ограничения по времени, мы раскидываем, например, таким образом, да, на каждое задание не более 15 минут. Это будет скоростной квест. И теперь я могу, например, посмотреть, да, если нужно выполнять этапы очень быстро, очень скоро, значит, это будет история про спасение. Что-то произошло, какая-то катастрофа, и нужно очень быстро принимать решения, очень быстро искать информацию. И от этого я уже могу заполнять другие карточки. Так, уровень знаний детей. Да, тоже вполне может быть сам по себе ограничением. И мы помним, что задания, загадки должны быть с предельным уровнем сложности. То, что они могут сделать, но то, что они могут сделать, но так, чтобы это было для них сложно, так, чтобы для этого был у них вызов. Возможно, если разный уровень знаний детей, то вы как раз обратите внимание на карточку команды, да, и предложите разбить команды по уровню знаний, и от этого предложить немножко разные загадки заданий. То есть с карточки разбить команды по уровню знаний вы выйдете на карточку загадок, где продумаете как раз, как именно разделить задания по уровню сложности. Так, вижу еще один большой комментарий. Дети билингвы, квест проблематичен на русском. Большие ограничения нужно адаптировать серьезно или постоянно озвучивать на двух языках, переключаться, когда дети не понимают какой-то термин. Что в этой ситуации я могу подсказать? Когда есть как раз вот такие вот сложности с коммуникацией, нужно использовать разные каналы коммуникации. То есть условно говоря, мы в квесте задания выдаем устно. В дедуктивном квесте, кстати, чаще всего информация выдается письменно. То есть есть какие-то артефакты с текстом. Можно этот текст продублировать на аудио, продублировать видео, продублировать символами-пиктограммами, продублировать на родном языке в разных вариантах. Мы предлагаем сначала более сложный вариант и потихоньку этот уровень сложности понижаем, вплоть до того, что прямым текстом даем всю информацию на родном языке. Условно говоря, у нас есть письмо от человека, который потерпел кораблику вшения. У него весь текст написан на русском языке. Если дети не справляются, то они увидят вторую бутылку с посланием, где часть текста на русском, часть на турецком. И, наконец, третья бутылка, где уже полностью на турецком. То есть мы потихоньку понижаем уровень сложности и в любом случае дети сначала стараются выполнить более сложный уровень. Нельзя передвигать парты. Это требование к помещению, где вы проводите. И здесь, опять же, скорее всего вопрос к организации. Нельзя передвигать парты, значит, скорее всего, маршрут будет в этом случае виртуальный. Виртуальная локация, виртуальный маршрут. Раз мы не можем перемещаться каким-то образом физически, и тем более не можем двигать парты. Надеюсь, стулья двигать нам разрешат. И так далее. Карточка агенты – это в том случае, если у вас, например, есть команда, которая готова помочь с проведением квеста. Или наоборот, если вы в последний момент остались в одиночестве. Артефакты – это то, что вы выдаёте. Если нет бюджета, нет возможности даже элементарно распечатать листочки, значит, артефакты должны быть виртуальны. И наоборот, если есть возможность какие-то реальные предметы принести, тот же пиратский сундук принести реальный, это будет очень здорово. Чем больше реальных предметов в квесте, тем больше он подходит для взрослой аудитории. Если дети готовы играть в условности, то для взрослых нужен более реалистичный реквизит, реалистичные артефакты. При этом, кстати, ломается сеттинг, ломается атмосферность, но для взрослых атмосферность, например, менее важна, чем как раз вот эта вот предельная сложность и интеллектуальная нагрузка. Так, следующий. Следующая буква – это «О» – опыт игрока. Здесь мы разработку начинаем от той роли, которую будет играть каждый участник. Мы продумываем эмоциональный опыт, который он должен получить, и тот путь, который он должен пройти во время квеста, может быть, даже трансформационный, как в пути героя. Опять же, здесь, когда я эту методику разрабатывала, я услышала возражения, а как же не ролевые квесты? Вот мы сидим, и за компьютерами проходим какой-то веб-квест. Но это не значит, что у игроков нет роли. У него может быть роль игрок. Роль – человек, который помогает всем в команде. Роль – человек, который потихонечку скооперировался с соперниками и сливает им правильные ответы. В любом случае, ту или иную роль участники играют. И если у вас есть возможность продумать эти роли играния, это замечательно. Если мы говорим про опыт игрока, то мы отвечаем на вот такие вопросы, заполняем следующие карточки. Атмосфера, сюжет, задания, команда и мотивация. Предположим, у нас идет какой-то квест и опыт игрока показать взаимонепонимание. То есть поставить игроков в такой ситуации, когда они не могут общаться привычным им способом, им нужно искать новые каналы коммуникации. Учебная цель, для чего это может быть нужно? Для того как раз поговорить на другом языке. Тех детей, которые привыкли общаться в интернете, видеозвонками и так далее, заставить написать какой-то текст довольно объемный. Попробовать сделать какой-то, может быть, мультимедийный проект и так далее. И в этой ситуации мы, например, можем продумать, что у нас нет команд, игроки играют каждый сам за себя. Есть ли ссылки на теорию вопроса? На теорию какого вопроса? Если разработка именно того, что касается всего квеста, то есть материалы других авторов, есть статья моя в соавторстве, в вестнике культуры, несколько лет назад напечатанная. К сожалению, пока подсказать не могу. О дедуктивном квесте? Нет. Я нахожусь в стадии разработки. Я собираюсь как раз летом посвятить более подробной разработке интенсива, то есть практического занятия по разработке квеста. Работаю с литературой. Есть какие-то примеры, есть какие-то материалы, которые собраны, но меня, например, они не устраивают по качеству, и поэтому я работаю фактически с нуля. Довольно много примеров в литературе, где проводятся квесты локационные, и где проводятся квесты в формате викторины. Это, конечно, не то, что я хочу показать. Если вы хотите почитать теорию о дедуктивных квестах, то единственное, что вам доступно, это запросы по кабинетные ролевые игры, ларпы, как-то писать, как разработать, как провести. То есть вот здесь есть много материала, он, конечно, непрофессиональный, это пишут мастера-разработчики, вот просто участники на эту тему, но это наиболее приближено к дедуктивному квесту. Так, возвращаемся к опыту игроков. Какой опыт мы хотим передать нашим участникам? Ролевые игры не синоним квеста, поэтому я говорю, что не ролевые игры, именно ларпы, кабинетки, там много дедуктивных вариантов, и это приближено, это не дедуктивный квест, это просто приближенные варианты. Оно в каком-то случае приближено к дедуктивным, в каком-то случае приближено к литературным квестам. Именно про дедуктивные квесты, я думаю, что какой-то полноценной литературы нет. Есть, может быть, какие-то маркетинговые зарисовки, квест-комнат, но полноценных материалов я, к сожалению, предложить не могу. Как было бы здорово, да, если бы все уже было написано, разработано, можно было бы взять одну книжку и все сразу прочитать. Тогда не пришлось бы вот так вот продираться через теорию, перелопачивать сотни примеров различных квестов для того, чтобы составить какую-то логическую, непротиворечимую схему их разработки и проведения. Вернемся к нашему опыту игроков. Опять же, какие еще могут быть ситуации, что еще мы можем пожелать передать. Может быть, какой-то сюжет. Мы предложим нашим игрокам стать участником какой-то истории, получая кусочки информации, они узнают, что происходило до, что происходило после, и таким образом откроют для себя какой-то сюжет. Мы можем создать жуткую, зловещую атмосферу для погружения. Это тоже опыт пережития какого-то ужаса, каких-то негативных эмоций. То, что как раз в квестовых комнатах используют их организаторы. То есть опыт игрока влияет на те карточки, которые подкрашены оранжевым. Если вам нужно идти именно от опыта игрока, то вот эта схема вам в помощь. Но, опять же, по моему опыту в дедуктивных квестах от опыта игрока крайне редко идут при разработке. Это не основное. Следующая буква – это «С» – «сеттинг». Это та условная среда, в которую вы погружаете своих игроков. И «сеттинг» – это отличие от реального мира. Он может отличаться явным образом. Например, здесь все не ходят, а все летают. Может отличаться по каким-то скрытым признакам, которые игрокам сразу не нужны. То есть если правила игроки видят с самого начала, и там не должна быть скрытой информации, то в сеттинге скрытая информация может быть. Например, типичный сюжетный твист, когда тот, кто считался злодеем, на самом деле оказывается положительным игроком. Это тоже может быть как раз прописано в сеттинге. Иногда при разработке квеста достаточно идеи. Да, идеи – это замечательно. И очень часто, очень многое рождается из идеи. Но при этом даже где-то фоново вы держите в голове технические условия, требования по безопасности, возможности тех игроков, которые вы хотите пригласить. То есть вы, может, это не прорабатываете явным образом, не выписываете никуда, но где-то внутри вашей головы эта информация все равно имеется. Именно поэтому идеи достаточно для того, чтобы разработать. А когда вы делаете квест, например, на незнакомую вам аудиторию, вы не знаете, кто придет в квестовую комнату, не знаете, будут ли эти люди пугаться, будут ли они легко решать эти загадки. В этом случае приходится продумывать довольно многое. На публичных мероприятиях квеста вы тоже не знаете, кто именно подойдет и станет участником вашей игры. Если мы идем от сеттинга, то карточки, на которые нужно посмотреть в первую очередь, атмосфера, сеттинг, этапы и правила. Здесь, я думаю, логично. Если мы погружаемся в эпоху наполеоновских войн, то что мы можем сделать для того, чтобы как раз наших игроков погрузить? Сеттинг здесь, условная среда, не отличается от нашей реальности. Мы не берем какую-то альтернативную вселенную, мы говорим о реальных событиях. То есть сеттинг здесь – это наша реальность. Какие могут быть этапы? Это могут быть этапы, связанные с военным действием, могут быть этапы, связанные с какими-то политическими событиями, могут быть этапы, связанные с крупнейшими сражениями. Атмосфера. Что мы можем сделать для того, чтобы погрузить в атмосферу? Может быть, посмотреть какие-то картины, включить какое-то музыкальное сопровождение, может быть, просто предложить заранее почитать что-то и вдохновиться, изготовить какие-то костюмы. Вариантов довольно много. Точно так же правила. Правила должны учитывать особенности того сеттинга, в который вы погружаете игроков. Например, если мы говорим про ту же эпоху наполеоновских войн, то в правилах у нас нет возможности быстро передавать информацию. Ты не можешь подойти к человеку и сказать ему, «У меня есть такие-то данные». Ты должен написать ему письмо. И пока ты пишешь, пока он читает, как раз пройдет время примерно сопоставимое с доставкой сообщения в те времена, деля на игровую условность. Даже если адаптируешь чужой квест, в любом случае в свою аудиторию ты адаптируешь. И в презентациях, и в квестах нужно, конечно, знать и понимать ту аудиторию, с которой вы работаете. Когда вы пишете какой-то абстрактный сценарий на абстрактную аудиторию, это, я повторюсь, несколько сложнее. И, наконец, последняя буква в аббревиатуре – это учебная тема, то есть это тема, совокупность знаний и навыков учащихся, то, что мы им собираемся преподать во время такой квестовой игры, или, наоборот, мы собираемся проконтролировать. Чаще в дедуктивном квесте, конечно, преподать. Это активный образовательный запрос, ученики сами ищут информацию. Проконтролировать, например, проще в квесте локационном. Если мы начинаем разрабатывать квест, идя от учебной темы, то мы продумываем, какие нам нужны артефакты, то есть те предметы, которые, может быть, будут нужны самим игрокам. Конспект – это тоже артефакт. Как мы будем выявлять победителей, тут, опять же, если это изучение какой-то конкретной темы, это может быть в виде оценок в журнале. И какие загадки и задания. Здесь уже напрямую квестовая составляющая идет из вашей учебной темы. Если это урок по химии, то у нас и загадки, и задания будут связаны с текущей темой, может, и с какими-то неорганическими реакциями. Что ж, если еще какие-то вопросы задавайте. Если нет, то я покажу пример, точнее не покажу, а предложу вам совместно со мной создать пример дедуктивного квеста, набросать его основу, опираясь на как раз схему разработки. К сожалению, когда я продумала вебинар, я поняла, что в режиме реального времени я не смогу из-под брошенной идеи быстро развернуть квест. Я не думаю, что с такой скоростью мне нужно время для того, чтобы обдумать идею, продумать как раз организационные моменты, сюжетные моменты. И для меня нужно время. Я не смогу так симпровизировать, чтобы вы мне сейчас в чат написали идею, а я вам предложила готовый сценарий квеста. Поэтому у меня есть некоторые заготовки, некоторые мысли, но в любом случае нам с вами придется поработать вместе. Я предложу идею, а вы мне подскажете, что нужно написать на тех или иных карточках. Итак, я предлагаю запланировать учебный дедуктивный квест по теме декабристского восстания, для того, чтобы ученики могли познакомиться с участниками этих событий, определить причины этого исторического события и его последствия. Я написала сейчас на стикерах вопросы, которые нужно себе задать, и вы можете помочь мне на них ответить. Как сформулировать главную загадку? Какие артефакты предложить? Каких персонажей мы показываем? Какую информацию участники собирают? Сколько и каких этапов нужно? Загадки и задания, атмосфера и так далее и тому подобное. Я жду ваших предложений в чате для того, чтобы мы могли как раз накидать основу такого дедуктивного квеста. Вообще, конечно, по предмету истории, это, наверное, первое, что приходит в голову, когда пытаешься создать дедуктивный учебный квест. То есть сначала, наверное, детектив как игра, а если как учебный предмет, то история, потому что исторические события сами часто похожи на какой-то увлекательный детектив. Точно так же дедуктивный квест легко разворачивается на уроки литературы. Можно попробовать продумать вариант, когда у вас идет совместный урок, пара, например, по истории и по биологии, по истории, по литературе, когда несколько предметов пересекаются на одном занятии. Или продумать такой дедуктивный квест в качестве именно учебного проекта. Этапы. Подготовка. Само восстание. Я хочу поразмышлять, что было бы, если... Главную задачу именно квеста, не восстание, а главная задача, не задача, а главная загадка, да, что именно игроки будут разгадывать, проходя этот квест. Так, соответственно, до, во время, после и что было бы, если. Четыре этапа. Так, я запишу. Так, хороший вариант. Как передать атмосферу? Что нужно для того, чтобы передать атмосферу? Мы не пытаемся сделать театрализованный квест. Возможно, это все проходит вообще в классе, на уроках, может быть, даже несколько уроков займет. Вопрос просто, что нам нужно для передачи атмосферы. Музыка. Так, еще варианты. Видеофрагменты. Элементы костюмов, да. Так, портреты давайте я запишу в артефакты. Это хорошая мысль. Потому что это, в любом случае, неважно, вы распечатки сделаете или виртуально покажете. Это артефакт, то, с чем можно поработать. Так. Видеофрагменты, слайды, костюмы и их элементы. Так, элементы костюмов. А сюда же можно включить, да, может быть, экскурсию. У нас, например, у меня в родном городе есть, например, музей декабристов. Можно туда добавить экскурсию тоже. Поможет погрузиться в атмосферу, вместо того, чтобы пытаться это создать у себя в школе. Так. Например, им нужно узнать номер телефона. При прохождении этапов получают одну цифру. В конце квеста они звонят и говорят, что прошли квест. Да. Но это прием самопроверки или проверки. Но к восстанию не имеет никакого отношения. А у нас, как раз в детективном квесте, должна быть именно загадка, которую они разгадывают. Загадка, связанная с самым тематикой, с самым сеттингом. Так, цитаты, воспоминания. Да, это артефакты. Согласна, допишу сюда. Карту вижу. Так. Места тайных собраний. Да, интересно. Очертания зданий. Машина времени. Да, был бы очень хороший артефакт. Так. Возможно, лента времени. Лента времени, да. Это может быть как раз как один из этапов. Но не загадка. Сейчас вопрос пока идет про загадку. Очертания зданий. Смотрите, сколько интересных вариантов вы предлагаете. Показать какие-то предметы. Собрать информацию. Это, Наталья, называется профайлы. Профайлы на участников. И вы можете эти профайлы собрать как сами. Так как раз переложить эту задачу на учеников. Что это как раз один из этапов квеста. Статья из газеты, журнала Эпохи. Согласна. Какое-то письмо к участникам восстания. Так. Давайте посмотрим на эту мысль подробнее. Может ли у нас стать главной загадкой квеста письмо, которое не сохранилось целиком. У нас есть какие-то обрывки этого письма со стертыми, пропущенными местами. И проходя этапы, мы должны как раз это письмо восстановить полностью. Например, там стерты имена и фамилии. Стерты какие-то привязки ко времени и к месту проведения. Стертые какие-то, может быть, факты общеизвестные. И как раз это может быть письмо воспоминания одного из участников события, где он рассказывает, как все происходило, и мечтает о том, чтобы произошло потом. То есть в этом случае главная загадка дедуктивного квеста – это артефакт, письмо с пропущенными местами. С таким же успехом это могут быть дневниковые записи. Может быть опорный конспект по какой-то теме с пропущенными местами. Но лучше, если загадка квеста максимально тесно связана. Что еще может стать загадкой квеста? Предложите вариант, а я пока запишу вариант с письмом. И даже, знаете, информация может быть не просто стерта, а цензоры, когда это письмо переправляли, они вычеркнули часть информации. Вот как даже может быть. Так, таблица с основными моментами, которые нужно запомнить, да, возможно, но такую таблицу обычно тогда собирают, например, карточками. С одной стороны то, что нужно запомнить, а с другой стороны это все складывается в какую-то картинку. То есть вариант как раз, главная загадка, может быть, собрать пазл. И вот в этом случае, если пройдут только часть этапов, они по кусочкам пазла могут и так догадаться о том, какое именно изображение, и не получится всего артефакта целиком. Да, спасибо. Идея с цензорами, вот вы мне говорите, и мне прям сразу на ходу приходит в голову, когда много идей, очень легко раскручивать их. Хронологическая лента событий с пропусками. Да, совершенно верно, тоже такой вариант. В дедуктивном квесте как раз главная загадка часто связана с артефактами, реальными или виртуальными. Да, угадать, кто кому написал письмо, где должно быть место встречи. Если собрать сейчас комментарии с чата, можно, в принципе, составить список всех загадок и заданий, которые можно предложить участникам. Ту информацию, которую они должны сделать. Так, прекрасно. И вот то, что я могу вам показать, то, что я по-быстрому смогла собрать, это как раз артефакты и элементы атмосферы, то, что можно предложить. Как видите, вы все как раз и перечислили. Портреты, да, назови человека, чей это портрет, а кто изображен на портрете. Картины, каким событиям посвящена, место, где происходило, русская правда, строчки из приговора, воспоминания участников, фрагменты конституции, которые они писали. Как раз вот эти исторические артефакты, они прекрасно передают атмосферу и в то же время являются материалами для проведения квеста. Отношение Пушкина к декабристам тоже можно, да. Мотивы и хронологию, да. А вот это, смотрите, Карина, это как раз доска детектива. Когда у вас есть карточка участника событий, есть карточка событий, есть карточка мотивов, и нужно как раз их линиями соединить. То есть это можно даже материально сделать, проходя какие-то этапы, участники получают недостающие карточки. А как соединить их, они уже думают сами. То есть, в принципе, моток ленты, кнопки, пробковая тоска и распечатанное большое количество карточек. И вариант задания. Так, это мы с вами. Это было для презентации. И вариант задания тоже, то, что в собранных материалах, что общего биографиках Муравьева, Апостола и Пестеля. Есть тексты, есть как раз выписки из учетных книг о их военной карьере. И можно как раз сравнить, посмотреть, прочитать, выделить текстовыделителем основную информацию и получить ответ на какой-то вопрос. И, например, может быть, эта загадка разбита на части, что сначала есть один кусочек информации, а чтобы получить второй журнал, нужно поговорить с чар-ботом, который представляет кого-то из участников событий. Можно уйти в высокие технологии, а можно как раз все сделать буквально с ручкой-листочком в условиях школьного класса. Как видите, это не та заготовка, это не то, что я подумала и рассказала вам какой-то квест. Это те идеи, которые вы собрали для меня сами. У меня просто некоторые для них иллюстрации оказались. Презентация для скачивания есть, да. Но вот то, что мы сейчас с вами записывали и продумывали вот на этой вот схеме, это в презентации, к сожалению, не будет. Там только основа, это вы можете посмотреть по записи. Так, легко ли создать чат-боты? Если вы умеете писать сценарии и структурные мысли, то легко. С технологической точки зрения неважно, потому что очень много платформ и довольно легких и простых платформ, где можно собрать этого чат-бота. Главное выставить вот эту вот логику, структуру с блоками, что идет, зачем, как все действует. Я пробовала создавать для одного из конкурсных заданий чат-бота, с технологией разобралась быстро, но несколько дней просидела над логикой, потому что у меня получалась какая-то ерунда с вопросами и ответами. Опять же, этого чат-бота можете предложить создать и ученикам. Ученики сами разберутся. Если влечет это задание, они разберутся и с чат-ботами на самом деле легко. Пусть вы выдадите им несколько дневниковых записей того же пестеля и пусть они прямо запомнят чат-бот цитатами из него, на какие вопросы он бы мог такими словами отвечать. Они прочитают те тексты, которые они в жизни бы никогда не стали читать ради того, чтобы сделать такую классную вещь. Да, для начала, конечно, всегда непросто. Есть ли шаблон или алгоритм дедуктивного квеста? Нет, есть схема разработки, которую я как раз вам и показываю. Шаблонов и алгоритмов нет, потому что если бы был шаблонный алгоритм, то все квесты были бы сделаны как под копирку. Есть вот эта вот схема. У нас есть условная тематика квеста. Тогда мы пишем вот сюда. И начинаем продумывать. Вы знаете, не шаблоны, не алгоритмы, а вот канвасы. То есть я предпочитаю работать от канвасов. Есть какая-то схема распечатанная или виртуальная, где нужно заполнять ячейки. И пока вы заполняете ячейки, вы продумываете. Много канвасов для бизнес-проектов, для социальных проектов, для формирования бизнес-моделей предприятия. И вот такие же канвасы я часто разрабатываю в МИРО. И пока вы отвечаете на вопросы, заполняете эти ячейки, у вас в голове складывается вся структура. То есть вот там мы отвечали на вопрос, как создать атмосферу. Например, сходить заранее в музей. И вы уже знаете в своем учебном плане, что нужно запланировать такое мероприятие. Будут ли какие-то агенты и актеры? Нет, не будет. Буду проводить одна. А будут ли какие-то артефакты? Да, будут артефакты, много писем и всего прочего. Хотелось бы эти артефакты распечатать. Какой будет сюжет? Сюжет будет соответствовать реальности, с этим тоже будет соответствовать реальности. Это мы тоже прописываем. Может быть, вот здесь, где будут агенты и актеры, сюда вы как раз запишите. Нет, но будут чат-боты разных лиц. Нет, мы сможем пригласить одного актера из местного театра, который сыграет роль Пушкина, который был очевидцем тех событий. И так далее. Вот вы заполняете карточки, вы как раз выстраиваете для себя логику событий. Возможно, эта схема пока не самая удобная. Я для локационного квеста уже разработала Canvas как раз для заполнения. Для детективного еще не сделала. Но надеюсь, что когда-нибудь рано или поздно он у меня появится. Тогда я смогу его вам презентовать. Я рада, что вы вместе со мной заинтересовались темой разработки как раз учебных квестов, квесты, которые применимы в учреждениях культуры и в образовании. Для меня это важно. Как я уже упоминала, я как раз собираюсь посвятить лето разработке большого практического интенсива по организации квестов, по разработке, по написанию сценариев. И я рада, что вы проявляете такой интерес. Это последний вебинар трека и последний вебинар, мой вебинар этого учебного сезона. Я многих из вас начинаю узнавать уже по именам и фамилиям в чате. Благодарна вашей активности, вашему вниманию, то, что вы помогаете и подсказываете. Мне кажется, мы провели прекрасный учебный год. И на самом деле искренняя моя благодарность вам всем. Так, модельки и здания из разных российских городов, из них нужно складывать. Будет артефакт или можно оформить как задание по сбору. Если это легко, то задание по сбору только для малышей, чтобы был предельный уровень сложности. Тогда лучше делать как артефакт. Так, зимний дворец и так далее. Кстати, да, в вашей школьнике задание сделать копию зимнего дворца из лего, по-моему, воспримут на ура. Хотя, конечно, учебной информации им это даст мало, зато можно будет параллельно поговорить про архитектуру, про искусство того времени, почему бы и нет. Спасибо за ваши теплые слова. Спасибо за пожелания плодотворного лета. Я думаю, что мы увидимся в следующем году. А на интенсив я, да, уже заранее приглашаю. Я думаю, в календаре Сила Медиа он появится уже буквально вот в этой неделе. Желаю вам тоже жаркого, но недушного и плодотворного лета. И передаю слово Татьяне Викторовне. Татьяне Викторовне.